Точки роста и прорывные проекты, путь к инновационному развитию. Об этом докладывал губернатор Иркутской области Дмитрий Мезенцев в Москве на международной конференции «Россия и мир» в поисках инновационной стратегии. В ее рамках состоялось пленарное заседание о развитии инноваций в регионах, экономической стратегии России. Под руководством главы администрации президента России Сергея Нарышкина. Субъектам федерации, российским регионам важно не только научиться эффективно использовать вот эту имеющуюся инфраструктуру, но и создавать дополнительно собственные возможности, основываясь на конкурентных преимуществах региона. Объединить вузовские разработки производителей. Глава региона отметил, что в рамках 7-го Байкальского экономического форума правительство области представит 16 опорных территорий, в которых осуществляется ускоренная модернизация системы ЖКХ. Кроме того, губернатор подчеркнул, что в районах должна быть скоординирована работа прикладных училищ по совершенствованию энергоэффективных технологий, решаться и другие проблемы. К сожалению, печально известен в городе Байкальске, где работает также не очень позитивно, с позитивной стороны известный целлюлозно-бумажный комбинат, где будет впервые, наверное, за Уралом, во всяком случае, введен теплоисточник по принципу теплонасоса с мощностью 5,4 гигакалорий в час. Затраты, примерно по нашим подсчетам, составляют 45 миллионов рублей. Это абсолютно 100% экологически чистая технология. В ходе выступления глава региона подчеркнул, что принято решение о материальной поддержке программы развития национального исследовательского университета ИРГТУ в размере 10 миллионов рублей. При Ангаре утверждена концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года. Действует региональный закон о государственной поддержке инновационной деятельности. На развитие малого и среднего инновационного бизнеса из федерального и областного бюджетов выделено более 30 миллионов рублей. Екатерина Семеусова, Новости сейчас.